Здорово, старче! Вроде не видел я тебя здесь в прошлый раз. Здорово! Лесник я, отработан в этом парке много лет. И правда, что не видел. Я иногда выхожу из своей новой хибары, кости поразмять, по зоне пройтись, новости узнать. Хоть и старые, а еще многое могу, да и местность хорошо знаю. Зачем пожаловал? Эх, спрошу на удачу, можешь честно ответить. Нужна мне деталька одна для фотоаппарата. Только это не обычный фотоаппарат. И еще, ищу я предметы разные. Они могут выглядеть как угодно, светятся как карты и обладают разными свойствами. Ну что ж, скажу тебе честно, есть у меня деталька для фотоаппарата. Нашел я ее случайно, запнулся в лесу, присмотрелся, а это воин мертвый, в невидимой броне. Взял грех на душу, обыскал. У него и была эта деталька, и черчежик был, как собрать данный прибор. А принадлежал тот человек к одному из старейших местных кланов, последний день называется. Давненько я их не встречал, но еще не о том. Я человек нежадный, да и возраст не тот. Возьмешь то, зачем пришел? Ну если у меня просьба к тебе? Объявился в округе снайпер. Видно, что крайне опытный и из бывших местных хорошо ориентируется. Каждый день сюда наведываться стал. Чертяка. Сделает выстрел, убьет человека, исчезает. Зачем, непонятно. Ребята, что в моего жилища обосновались, уж что только не делали. И охрану вставляли, и засаду устраивали, и мины ловушки ставили, а выстрелить его не смогли. Обидно. Я уже подумал, пора и мне молодость вспомнить. Мосинка с оптикой есть, глаза видят все хорошо, лес знаю, прыщу под лица. А тут ты приходишь. Делу как раз для мастера. Попробуешь человечка этого выследить? Да подстрелить, пока он еще массу народу не погубил. Попробовать можно. От результата твоей работы зависит не одна жизнь. Но как бы там не было, я дам тебе часть автопарата, а при успешном исходе дела дам еще кое-что, да скажу массу любопытного. Советую сделать так, местность здесь большая. Земли или из холмов ты его не увидишь, да и не подойдет он близко. Поэтому залезай на крышу этой станции. Там есть площадка неплохая. Например, рухишка с хорошей оптикой до бинокуля. Когда и где появится этот убийца, неизвестно. Так что придется тебе вести обзор по периметру станции. Постараюсь увидеть его раньше, чем он успеет сделать выстрел и скрыться. Особое внимание уделяю кустам деревни и холмам. Понял, попробую. Как залез на крышу, сообщу. Доброго пути, сынок. Я вроде на месте. Итак, приготовься. Он обычно появляется примерно в это время. Где он появится, неизвестно. Но тебе надо засечь его первым. И не дать убить кого-нибудь снова. Ну, удачной охоты, сталкер. Продолжение следует... Продолжение следует... Какая дорога привела тебя сюда? Ну что старче, пришел я того гада, еле углядел, расстояние большое, да и прятаться он умеет. Доброе дело сделал, давай мне все детали фотоаппарата, я его соберу. Схемка у меня есть, надеюсь все при тебе, да вот, все тут. Ну что же, дело не хитрое, а пока слушай, что скажу, агрегат этот можно использовать по разному. Как обычный пистолет, использую оптику от фотоаппарата и непосредственно делать фотографии, использую магазин под пленку. Что за пленка, где ее найти и чем будут отличаться снимки от обычного фотоаппарата, я не знаю. Теперь о тех предметах, что ты говорил. Известно мне кое-что, был у меня товарищ, учеником ко мне пришел, еще давая иностранцы, нашел он случайно план какой-то, с пометками. Видел я тот план, одна пометка была, что где-то в бункере в районе теперешнего саркофага, вторая в Лиманске, в одном из домов. Как я понял, это были телепорты. Года два уже прошло, как товарищ мой ушел в сторону Припяти. Исследовать эти телепорты. Вот такой он был любознательный. Несколько раз присылал мне сообщение. Говорил, что один телепорт нашел и ведет исследование, а сам живет где-то в Припяти. Слушай, он случайно не инвалид? Э, хотел сказать, ноги у него целые? Инвалид? Нет. Он здоровее здоровых был. Почему был? Пропал он. Последнее сообщение я получил месяца два назад. Он сообщил, что ему удалось воспользоваться одним из телепортов. Телепортился он, очевидно, не туда, куда планировал. Какой-то город. Судя по описанию, это так называемый мертвый город. Был давай городишко недалеко от армейских складов. Да только все пути и выходы туда и оттуда сейчас закрыты. Никому еще в последнее время не удалось туда добраться. И все люди, что там были, оказались в ловушке. Многие сталкеры сейчас ловят непонятные сообщения. Вероятно, как раз оттуда. Больше сообщений от ученика моего не приходило. Недавно я сам ходил. Смотрел старые тропки в тот город. Не проходим они. Насколько я знаю ситуацию, вероятно ваш товарищ воспользовался порталом другое измерение. И попал в мертвый город. Кое-кто хотел повторить его путешествие. Но не успел. Похоже, это придется проделать и мне. Если буду нужен, знаешь, где меня найти. Если не соберусь по зоне прогуляться. Да вот что еще. Видел я в лесу труп. Судьба принадлежности, кто-то из клана по смене день. Поищи там, где воронка. Рядом охотники лаги вроде разбили. Говорили, что зверь там появился странный. Будь поосторожней. Спасибо. Смотрю. Прямой дороги тебе, парень. Поехали. 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 Под действием неизвестного компонента, часть патронов в рюкзаке может подвергнуться изменениям. КПК речь надежная. То батарейка сядет, то водой зальет. Память тоже девка скромница. Поэтому запишу. Пока наш шнайпер отвлекает сталкеров, надо пробраться на станцию и забрать у здешнего лесника часть фотоаппарата. Это важно. После постараюсь тереться в доверие к свободовцам и посетить какого-то профессора или доктора в военной лаборатории. Мать, напридумывают же эти ученые себе звание. Последним у него есть интересующий нашего старшего предмет. Далее при удаче. Возвращение в мертвый город. Да, в одной из пещер, что на склоне холма, недалеко от подбитого танка, начинается переход и как раз в военную лабораторию. Им при удаче первой части плана и надо воспользоваться. Клык, я к Кленову в военную лабораторию. Узнал интересные сведения из записочки одной. Да, для сведения. В одной из пещерок, что на склоне холма у подбитого танка, начинается тропка в военную лабораторию. Это очень кстати. Попробуем сейчас не отыскать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...